Привет! За последнее время у меня сгенерировалась такая техника-зажигалка. С её помощью я объясняю студентам, как взаимодействует воздух и голосовые связки. Если мы вспомним зажигалку и процесс её работы, то его можно условно разделить на две части. Первая — это искра, а вторая — вот когда уже газ пошёл и начинается огонь. Так вот, мы можем посмотреть на работу голоса под похожим углом. То есть искра — то, что даёт нам звук работы голосовых связок. И само пение мы протягиваем этот звук, и протягиваем его как раз за счёт того, что идёт подача воздуха. Условно газа. Если посмотреть на голос с этого ракурса, мы можем заметить некоторые штуки. Например, искрой обычной ты костёр никогда не разожжёшь. Чтобы разжечь минимально какой-то огонь, всё равно нужен газ. Так и в пении. Опираясь только на работу голосовых связок, на параметры смыкания и так далее, и забивая полностью на воздушную работу воздух, дыхание, опоры и всё эта штука, очень сложно сварить кашу. И в своей практике я вижу достаточно частые примеры, когда певец перегибает с работой голосовых связок с давлением смыкания, что приводит его к такому натуженному, крикливому, неудобному, некомфортному звуку. Я не говорю, что надо совсем забить на работу смыкания, это очень важный элемент голосового всего этого нашего механизма, но я хочу сказать, что крайне важно корректно скоординировать эту работу с воздушным потоком. С другой стороны, если мы будем думать только о воздухе и будем пытаться максимально изолировать наши голосовые связки, и чтобы они ни в коем случае никак не работали, это тоже может обернуться боком и какими-то такими пустыми тембрально-звуками. То есть в этой связи, как зажигалка, один газ, либо одна искра, сами по себе бесполезные вещи, только вместе они нам дают результат. Так же и здесь. Работа голосовых связок и работа воздуха одни в изоляции друг от друга не особо нам помогают. Но если мы корректно скоординируем эту работу, мы получим, собственно, певческий звук. Так вот, упражнение, которое я использую в последнее время для того, чтобы собрать эту штуку и настроить этот баланс, это равновесие, это взаимодействие. Упражнение такое, мы берем какой-то закрытый звук, или... И далее нам нужно сделать такую штуку. То есть два коротких и один длинный. Когда мы делаем этот короткий звук, мы можем заметить и пронаблюдать, что сначала мы воздухом толкаем звук, но он переходит в резонанс. Из-за того, что мы толкаем воздухом, мы вовлекаем дыхание. Из-за того, что наш голос переходит в резонанс, дает нам понять, на что голосовые связки сомкнулись в достаточной мере, что там нет вот такого выслышимого воздуха сипящего, что таким образом мы можем скоординировать эту работу. И после того, как мы два раза коротко состроили, мы можем попробовать протянуть. И если мы все сделаем правильно, мы не должны чувствовать какой-то сильной работы. Вот один мой студент даже сказал, как бы звук идет по инерции. То есть если мы далее звучим, используя вот это равновесие, сбалансированное, хорошее, здоровое, то, в принципе, мы можем не ощущать здесь никакой особой работы. Но вот этот звон, резонанс, который может отдаваться вибрациями в этой части лица, говорит нам о том, что голосовые связки работают корректно. То есть если будет много воздуха, звона не будет. И если мы как-то сильно перезажмем, тоже ничего хорошего не будет. И сам характер звука сразу станет натуженный. Это легко заметить. Как поющему человеку, так и со стороны. Это обычно крайне явно бросается в глаза. Далее мы можем добавить гласные звуки. Здесь нам критически важно почувствовать, что мы работаем воздухом. И что у нас есть звон. Если эта связка происходит, мы можем раскочегаривать плавно эту конструкцию. И жить, будто смерти нет. И жить, будто смерти нет. Поверить, что любовь сильней, безумия нынешних дней. Поверить, что любовь сильней, безумия нынешних дней. Еще имею в виду такую штуку, что в целом разные люди ощущают взаимодействие воздуха и голосовых связок немного по-разному. И кому-то может казаться, какому-то человеку, что он больше дает смыкание, что ему это помогает собрать его голос. Кому-то, какому-то певцу, удобнее его мозгу это дело все контролировать и отстраивать за счет того, что он контролирует, по крайней мере, за счет того, что он опирается в своем внимании на контроль воздушного потока. Кто-то состраивает оба эти элемента. И поэтому описание этого процесса у разных людей неизбежно будут разные. Поэтому мне кажется, что будет классно, если ты просто поймешь суть этого процесса, как оно в принципе может работать, воздух плюс голосовые связки, поймешь, в какую сторону можно перегнуть, в какую сторону можно еще перегнуть и где у них находится вот эта серединная зона, где их взаимодействие идет адекватно. Голос каждого человека в своем роде уникален, поэтому эти настройки, они индивидуально подстраиваются. Если хочешь поработать со мной над своим голосом, заходи на мой сайт т.в.нарадьков.ру Т.в.нарадьков, Продолжение следует...